Приветствую, дорогой Рашид. Ты что в таком виде? Я тебя тоже взаимно приветствую, но хочу сказать, мы все говорим и говорим, а где польза от ключа? Вот, пожалуйста, смотри, я на беговой дорожке, понимаешь? У тебя полночь, а у меня пять вечера, поэтому я начинаю заниматься физкультурой. Понятно, понятно. Вот, поэтому я извини в таком виде, в здоровом виде, я бы сказал. В здоровом теле здоровый дух, говорят, а здоровым духом здоровое тело. Полностью согласен с тобой. А я тебя почему попросил, давай попробуем поговорить, потому что люди откликаются на наши с тобой разговоры, им надо сказать спасибо, что они реагируют на нас, соглашаются, не соглашаются, это уже их право, но главное, что мы их задеваем как-то, да? Хорошо или плохо им судить, но поэтому надо им сказать спасибо. Они пишут спасибо, и тебе, наверное, пишут спасибо. Ну, слушай, во-первых, это благодаря тебе они могут меня видеть и слышать, а так это, значит, твоя заслуга. Теперь еще что я хотел сказать. Вчера вот ты поместил, ну, в этих самых, ну, в посланиях, да, поместили гимн, песню сначала, которую ты правильно сказал, давайте гимном сделаем. Володя, наш друг, да. Я, так сказать, двумя руками голосую, вот-вот-вот, видишь, двумя руками голосую сразу за эту вещь, и я тебе сразу хочу сказать, что я уже испробовал этот гимн сегодня утром, когда делал твою, это, синхрогимнастику, ну, знаешь, да, пять минут. Ты знаешь, какой это класс под этот гимн делать твою гимнастику, сразу тебе говорю. Я даже... Это видео пусть порадуется, что его творчество нравится, да. Даже я попросил, чтобы для гимна три минуты, это нормально, но для того, чтобы по всю твою гимнастику под этот гимн сделали, она же у тебя пять минут, надо хотя бы повтор записать ее или припев, там, ударный припев, на пять с половиной минут, чтобы можно было сделать. Ты знаешь, какое-то... Это не просто облегчение, а сразу задор такой дает, и ритм в тебя вбивает вот эта вот музыка. Классная вещь, и я, по-моему, всем рекомендую делать это вместе с этой гимнастикой. Вот. Ну, это у нас школа человек будущего, хомо-футуру, школа человечности. На самом деле это школа творцов, правда? А я говорю, что надо делать это сегодня, понимаете, нет, задумываться о том, что будет завтра с тобой, а вот ты сегодня это делаешь и под этот гимн, и он здорово работает, я тебе скажу, здорово. Вот на себе сразу сегодня испробовал, и весь день такой приподнятый, понимаешь, чем дело. И ритм сразу получаешь с утра. Не то, что там проснулся и хандришь, понимаешь, да, потянуться и прочее, а тут сразу заряжается. Ну, это у тебя как-то подбирать себе время, когда это делаешь. Ну, это уже другое дело. Я ведь вот, смотри, меня попросили тут в комментариях, чтобы поделиться своим опытом, там, что, как с ключами. Поделись, поделись. Ну, давай я так скажу. Во-первых, мы даже с тобой не вспомнили, когда мы с тобой начали общаться, да. Я единственное помню, что это был ключ один, и ты начал только работать над ключом два. Вот с тех пор я, как говорится, взял твой ключ и пользуюсь и первым, и вторым. Других я не брал, не знал, и я к тебе никогда за советом не обращался. Значит, если в Баку колет, какое упражнение делать или чего, ты можешь подтвердить. Я никогда к тебе с болячками не обращался. Просто я пользовался, что называется, где мне хотелось, я пользовался ключ один. И могу сказать, для чего, допустим, я использовал ключ один. Не для того, чтобы уйти вот туда вот, в нирвану, да. Нет, она, ключ первый, помогает мне убрать многие лишние мысли, которые в голове всегда крутятся, крутятся, и оставить только то, что мне нужно. Понимаешь? Не надо уходить. Я вот говорю, я не ухожу в полную пустоту, в пространство, нет. Я просто как бы расчищаю в голове, много мыслей крутится, я расчищаю голову и оставляю там одну-две, которые мне нужны, которыми я хочу работать. И так проще. Вот для этого я использую ключ один. Какое упражнение? Ну, я сказал, я гимнастику сразу делаю. А какое потом? Я даже не разбираю, какое. Ну, начну с себя вот это, знаешь, шантай-болтай, да? Вот самое простое, элементарное. Или логика. Когда дети делают вот так вот. А, ну ладно. Ну, слушай, извини, я название, я говорю, как делаю. А как ты их называешь, это уже извини. Авторское право нарушил, извиняюсь. Ну, ладно. Видишь, я же человек неграмотный, я просто пользуюсь. Вот знаю, что это хорошо помогает, я и делаю. Я знаю, что это Хасай придумал. А как он его называет? Да бог сына. Главное, чтобы работало. Вот, извини меня за это. Сейчас, сейчас, подожди секундочку. Хочу сказать. В йоге, например, все упражнения имеют свои имена, названия. И поэтому йога, как система, держится веками. А если люди берут упражнения, называют своим именем, например, кто-то назвал вот это Хлёст, назвал обнимашки. Тогда школа рассыпается. Люди не знают, кому обратиться за советом. Ну, тут ты, наверное, прав, поэтому у тебя и школа. А я, видишь, как школьный начальный урок получил, а потом прогуливал. Понимаешь? Зачем мне? Так что ты, извиняй, я вот по-своему принял, как. Ты же, извини, сам учил и учишь, продолжаешь. Подбирайте путем перебора. Ну, вот я подобрал себе, и что я буду тебя просить? Подбери мне. Ну, вот я подобрал, и довольный, и хватит. И что, я тебя буду нагружать, чтобы ты там во мне ковырялся. Много больных, которые ко мне приходят за скорой помощью, и поэтому я им вот не могу сразу подбирать, они тоже ничего не знают. Поэтому я им оказываю сразу срочную помощь. Кстати, в интернете такого нет. Не спрашивая, какие проблемы. И чтобы он не делился с кем-то своими тайнами. Сейчас же интернет. И просто я показываю индикатор напряжения, на каком уровне ты находишься. Это 10, это шторм, хаос, а это штиль, это нулевое состояние безмятежности. Это состояние, где организм сам себя начинает настраивать на здоровье. И у меня люди сразу получают помощь. Такого в интернете вообще нет. Это новое. Это именно ключ для современных людей, у которых в лени заниматься сложными процедурами, у которых времени нет. Они сразу получают вот это. Я им научаю пользоваться этим и подбираю им. Поэтому многие люди у меня, которые больны, они висят и постоянно нуждаются в моей поддержке. А вот здоровый человек берет и пользуется сам. Ну, спасибо, что не отругал. Вот. Поэтому продолжу свое, как это сказать, то, что я, во-первых, никогда ни с кем делился. Я просто делал ключ один, ключ два. Только когда делал ключ два, я вспоминал Хасая. Ключ один я тебя не вспоминаю. Потому что мне надо расчистить голову. Так что вот. А ключ два, я к нему еще перейду. Я всегда, так сказать, сразу Хасай, давай помогай. Вот. Как позыв. И дальше я говорю, что я хочу от Хасая. Ну, так я и другим советую. Можно мне мастер-ключ назвать. Мастер-ключ – это уже следующий уровень. Подожди, мы еще только ключ два разобрали. Ты меня сразу хочешь к ключу к суперу подвести? Или тебе неинтересно мое мнение о том, что ключ два делает? Интересно, интересно, говори. Люди же просили поделиться. Кстати говоря, я хочу тебе картину показать. Смотри, какие глаза любящие. Да, это Крабер называется. У меня знакомая была. В Рязани водит хороводы Крамер. Анастасия Крамер. Я тогда под впечатлением нарисовал, как она хороводы водит. А я вот это вот. Почему женщины любят цветы? Почему любят цветы? И почему мужчины им дарят цветы? Вот посмотри. Что здесь такое? Почему женщины любят цветы? Асай, ты меня спросил. Вот надо всем сказать, что мы с тобой, когда беседуем, у нас ничего заранее не запланировано. Мы говорим с лету, правильно? Ты можешь подтвердить. Мы ничего не пишем, не написали. Вот я сейчас из спортзала общаюсь с тобой. Ты спросил, почему картина? Ну давай вот что мне в голову пришло. Во-первых, ты надо сказать всем остальным, Хасай сам это ключ. Вот он же говорит, ты запомни это что как. Вот на Хасая посмотришь и сразу там щелкает в голове. Понимаешь? Ты сам как ключ. Ты спросил, почему? Давай я свою скажу. Вот смотри, женщина красота, мужик, ну ты сам знаешь, да? Главное, чтобы не страшнее обезьянной, как говорят, был, да? Но поэтому женщине надо тоже что-то красивое посмотреть. Не на другую женщину, там ревность возникает, а цветы, пожалуйста, потому что они сродни. И там красиво, и тут красиво, понимаешь? И там красота, которой можно любоваться, и та красота не завидует твоей красоте. Я вот так вот выражусь. Я понял. Твое мнение услышал, твое мнение услышал. Вот, поэтому женщинам нравятся цветы. А на мужика-то что на него смотреть-то, понимаешь? Ну, для этого, как говорила одна женщина, вы покорили меня силой своего ума. А что ты хочешь сказать, что у женщин ума нету, что ли? Нет, так раз она такую фразу сказала, значит, она еще мудрее, чем мужик. Она же не сказала дальше. Она его подняла. Да, она его подняла, правильно говоришь. Ну, мы опять с тобой перейдем на женскую тему, на которую я могу с тобой говорить бесконечно. Вот. Ну, давай продолжим. Мои, так сказать, как это, опыты или то, что я получил от твоих ключей. Вот что мне, допустим, я не хочу делать, а то, что ты предлагаешь и учишь, что ключ один для того, чтобы полностью войти в состояние безмятежности, прийти в нулевую точку и, так сказать, насладиться. И вот это вот свое измерение. Вот здесь ноль, а здесь вот стресс, да? Вот этот ноль мне не нравится. Я так, извини за выражение, скажу, ноль – это на полшестого, мужик, понимаешь? И это не нужно никому. Поэтому человек всегда должен быть немножко в стрессе. А дальше надо руководить стрессом. Вот для этого нужно сразу в ключ два переходить. Просто если ключ один взять, что от него толку, извини? Мне он не нужен, как вот, чтобы в эту нирвану. Ну и что я дальше буду делать в этой нирване? А тем более, если ты в стрессе… А, подожди, ну… Ты, говоришь, дошел до нее, а дальше ты не объясняешь. Это надо перейти, понять, что такое ключ два. А ты уже вот, когда ты переходишь, ключ один используешь, ты сбрасываешь всю энергию. Выбрасываешь ее как бы в пустоту или, как говорят, в свисток. Она ушла. А вот именно ключ два, ты сразу должен перейти. Ты освободился от одного. И тут же вот эту энергию в себе переключай на другую. А так ты в бездержанное состояние вошел, и все. Энергия, которую… Ты же на стресс свою собственную энергию затрачиваешь. Свою собственную. И ты ее выбрасываешь. Понимаешь? Вот я так это понимаю. Поэтому я, так сказать, с тобой могу не соглашаться по-своему. Я лучше сразу перейду на второй ключ или на суперключ. Когда я сразу тут же эту отрицательную энергию, которая еще во мне сидит, я ее переключаю на другое. Понимаешь? Вот я так понимаю твои ключи. Это потому, что 10-12 лет мы с тобой не общались, и ты не знаешь вот этих переходных периодов. Вот почему. А мне их надо знать, скажи мне. Тебе не надо, ты здоровый человек. Он сам привел к этому. Ты здоровый человек, тебе на нуле идет, потому что в нуле идет восстановление. Это для людей, которые в истощении, недосыпают, у них напряжение, тревожность, паники. Это для них надо на нуле выходить, чтобы восстановиться, и чтобы паники не было, и тревоги не было. Это для них надо. Для больных психосоматических. А для тебя нет, конечно, поэтому ты его не используешь. Вот. Алло, ты что-то сорвалось? А, что-то сорвалось, давай, заходи туда опять. А я и так там, хатай, ты меня не видишь, радио. Так, я тебя не вижу. Я вот себя вижу. Я у тебя в этом, я себя вижу, тебя не вижу. Странно. Что там у тебя случилось? Я тебя слышу даже, но тебя не вижу. Себя вижу. Ну, что-то такое случилось во время записи. Вы не можете себя нажать. Так, так, так. Так. Ты меня не видишь. Видео. Сейчас, сейчас. Странно. Странно. Почему нет? Так. Сейчас, видишь, нет? Может, там запись идет? Да, запись идет. Я тебя слышу, но я тебя не вижу. А сейчас вижу, значит, меня пишут. Не знаю, почему так. Интернет, интернет. Ну, давай я по новой перезагружу, что ли, на этот самый. Ну, тогда не знаю, как ты будешь редактировать. Надо будет склеивать. Не надо. Давай мы на этом закончим. И завтра мы продолжим. И завтра мы продолжим, потому что... Ну, давай, как скажешь. Стоять. Да, завтра продолжим, потому что... Алло. Сейчас разорвется линия. И поэтому мы не сможем ничего сделать. Давай завтра продолжим. Ну, ладно, давай. Ставь ее. Мы тогда по новой запишем. Да, завтра запишем еще следующую встречу. Да, да, да. Будет интересно всем. И запишем. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok